Изменения в ближайшем будущем могут коснуться и майнеров. Иркутские общественники устроили акцию в поддержку разных методов борьбы с нелегальными криптодобытчиками. Как предлагают выявлять майнеров и что об идеях общественников думают горожане, расскажем далее. Еще одна подпись и на листе заканчивается место. Так, иркутяне выражают протест против серых майнеров. Нелегальные криптодобытчики – бич Иркутской области. Они размещают оборудование в квартирах и на дачах. При том, что бытовые сети не рассчитаны на такую нагрузку. Как итог – пожары и перебои в электроснабжении. Поэтому сразу в четырех районах Иркутска пришла акция в поддержку методов борьбы с этим нелегальным бизнесом. Мы собираем петицию против майнеров, чтобы предотвратить их деятельность незаконную. Так как они подпольно собирают цифровую валюту, добывают и потребляют очень большое количество электроэнергии. Одно из предложений общественников – ввести дифференцированный тариф. Такой метод недавно одобрили на федеральном уровне и дали право регионам его использовать. В среднем майнер потребляет 12 тысяч киловатт в месяц. Для сравнения – столько энергии нужно, чтобы обеспечить работу 300 холодильников или 250 компьютеров. Превышаешь такой объем в месяц – плати по повышенному тарифу. Новшество не касается обычных жителей. Ведь они тратят в 30-40 раз меньше электричества. Многие из Иркутян во время акции как раз и высказались за такой вариант борьбы с серыми майнерами. Их вообще не должно быть в жилых домах, так как нагрузка на проводку растет, это приводит к пожарам. И действительно, что распределяются тарифы на других жителей, я не хотела бы платить за майнеров. А платить приходится. Во-первых, некоторые добывают крипту за счет общедомового электричества, плата за которое распределяется между всеми собственниками квартир. И из-за этого растут платежи. А во-вторых, у населения Прибайкалья льготный тариф, так как за них доплачивают предприниматели. Чем больше света майнеры потребляют под видом рядовых потребителей, тем больше тратятся бизнесмены. И эти расходы превращаются в рост цен на товары и услуги. На субсидии за население тратится и областной бюджет. При этом та часть, что уходит на прячущихся майнеров, могла бы пойти на строительство соцобъектов или дорог. Не случайно петицию в поддержку борьбы с майнерами уже подписали тысячи иркутян. Нужно принимать кардинальные меры к ним. Кардинальные, вплоть до того, что сажать в кульму, ловить их и закрывать пить в лавочку. Пока не поздно. После завершения акции общественники обработают результаты голосования, подготовят все необходимые документы и обнародуют итоги. Надья Ивазова, Василий Заводский. Новости по быдням.